Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM 13.12 в городе Кирове. Начинается программа «Особые мнения». Я приветствую в нашей студии Азиза Агаева, директора аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ». Добрый день. Здрасте, здрасте. Езжал Азиз Алиевич к нам издалека. Проблемы с парковкой и пробки в городе. Я напоминаю, что нас можно не только слышать, но и видеть на нашем сайте. Эхокирова.ру идёт прямая трансляция эфира. Там же можно задавать вопросы нашему гостю через форму анонса. И вопросы я принимаю посредством СМС на номер 8909-720-101. Пожалуйста, пишите. Вопросов у нас много и своих. Мы, на самом деле, в некотором смысле следим за новостями из Москвы, потому что накануне было анонсировано принятие решения очередного по сроку ареста Никиты Белых, бывшего губернатора Кировской области. Насколько я понимаю, сегодня это решение должно быть принято. Сюрпризов мы, я так понимаю, не ожидаем. Да, нет, не ожидаем. Скорее всего, арест будет продлён. Обычно продляется на три месяца. Ну вот, судя по Никите Белых, по крайней мере. Вот, но в связи с Никитой Белых вопрос у меня следующий. В этом году, ой, простите, на этой неделе, да, исполняется год ровно, как он был задержан. 24 июня прошлого года это произошло. На прошлой неделе Никита Белых отмечал свой день рождения. И, вы знаете, вот для меня это была какая-то не очень обычная ситуация. Я редко захожу в Facebook арестантов, но я была поражена тем количеством добрых слов, которые написали Никите Юрьевичу, его френды по социальным сетям, люди, которые в социальных сетях появляются редко. Это были обычные люди, это были бизнесмены, это были кировчане, это были жители других городов. Желают двух вещей в основном. Здоровья и свободы. Многие пишут, мы вам верим. Вот как так? Год человек сидит в СИЗу Лефортово. Ну, если конкретно на ваши вопросы отвечать, то я думаю, что здесь уместно, так сказать, поговорка «Не имей сто рублей, имей сто друзей». Ну, просто такой человек, у которого очень много было друзей, знакомых там и так далее, потому что он контактный, открытый, эрудированный, интересный. Вот, второе, значит, это то, что этот человек является все-таки активным пользователем всех интернет-ресурсов, социальных сетей, соответственно, поэтому в социальных сетях его и, может быть, и не в социальных сетях тоже есть масса людей, которые там... Был призыв отправлять телеграммы, письма. Да, 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 поэтому это вот второе. А третье, ну, в этой ситуации я, ну, не хочу, ну, предопределять или там каким-то образом говорить до того, как какое-то решение будет принято судом, но я считаю, что уже на этой стадии сегодня продление ареста, с моей точки зрения, уже несправедливо. То есть в прошлый раз меня уже спрашивали, да? То есть я думаю, что если следствие хотело, у него уже была возможность собрать достаточное количество доказательств вины экс-губернатора нашего. И нет ни как бы ни единого доказательства. Понятно, что Билых был влиятельным человеком, да, что, наверное, он мог бы повлиять на ход следствия каким-то образом. Сейчас следствие закончено. Но уже следствие закончено, прошло достаточно времени, так сказать. И поэтому я считаю, что держать его дальше как бы под арестом, ну, с моей точки зрения, это, ну, неправильно, несправедливо, ну, бесчеловечно там, ну, пусть сидит под домашним арестом, условно говоря. И тем более, когда слышишь, что какие-то там есть проблемы там со здоровьем, там, с докторами, вот. Это безотносительно как бы его работы там, безотносительно там... Обвинений, которые ему выдвигают. Да, вы знаете, что если вы меня спросите про работу, то у меня есть там как бы про работу Никиты Билых, что сказал, ну, я и так говорил, как бы, да, когда он и здесь был. Сейчас уже не буду, потому что не время кидать камень на голову человека, который сидит там в яме, да. То есть это каждый может взять и сделать это. Поэтому вот это вот как бы три момента, ну, как ответ на ваш вопрос. То есть считаю, что не нужно продлевать ему содержание под стражей, все. А предположить мы можем все-таки? Я так понимаю, что несмотря на наши с вами видения нецелесообразности этого продления, арест скорее всего продлят. Я хотел сказать, что я верю, как бы, что скорее всего не продлят. Извините. Да, но я все-таки хочу, чтобы... Ну, я думаю, и я считаю, что и судьи тоже должны, наверное, и тоже люди должны понимать эту ситуацию, что уже обвинение предъявлено, пожалуйста, значит, он, если вы хотите, так сказать, надевайте на него браслеты там и следите, куда он там ходит и ездит. То есть я думаю, что сейчас у нас такая ситуация, когда не просто там, особенно Никите Белых, да и мне кажется, не в его характер, наверное, он не уедет никуда, даже если и была бы такая возможность. То есть надо выпустить человека под домашний арест, и пусть он приходит на заседание суда там или его приводит, как угодно. Но из-под домашнего ареста, потому что, к моей точки зрения, его можно выпустить. Но вы не одиноки в своем вот этом убеждении, да, потому что юристы многие говорят, нецелесообразно держать человека после того, как закончено следствие. Тем более, что есть проблемы со здоровьем, действительно, да, и имиджевые потери, в том числе следственных органов. Хотя бы хоть одно бы доказательство собрали, что и продъявили в суде, что он там влиял там или пытался влиять там на ход... Или собирался бежать. Или собирался бежать, и продъявили. Но это уже как бы формально, это уже вопрос справедливости нашего суда. По этому поводу я тоже высказывался, как бы, по поводу судебной системы. Тоже на своих ранних вступлениях не хочу повторяться. Вот. Ну, желаю ему, чтобы до принятия решений судом, чтобы он был на свободе. Ну, продолжаем тогда ждать новостей из Москвы. Пока, по крайней мере, нет ничего. Еще одна новость, связанная косвенно с Никитой Белых. Появилась она в информационном поле вчера вечером. Однако произошла несколько раньше. Один из ближайших советников и соратников бывшего губернатора Кировской области Дмитрий Матвеев получил пост заместителя министра здравоохранения Пермского края. Произошло это 14 числа, то есть на прошлой неделе. Дмитрий Александрович вчера вечером подтвердил нам эту информацию. Да, действительно, это так. Вот. И тут возникает вопрос. Мы все помним, как Дмитрия Матвеева увольняли из нашего областного правительства после того, как сюда, собственно, пришли новые люди. Мы помним, что он и Елена Утемова, если мне память не изменяет, первыми были уволены. Причем в городе ходили, не знаю так, разговоры или слухи о том, что произошло это не самым вежливым образом. Людям дали несколько часов буквально на то, чтобы собрать вещи и покинуть серый дом. Теперь, значит, по прошествии года человек становится заместителем министра здравоохранения региона, который и побольше, и побогаче, чем Кировская область. Это как-то вот, ну, я не знаю, говорит о его профессиональных качествах. Простите. Нет, я понимаю, что к Дмитрию Матвееву было много претензий. Да, чрезвычайно много претензий. Но вот сфера-то такая, сами понимаете. Я считал и продолжаю считать, что, ну, наверное, может быть, это и правильно, что сегодня его, не знаю, достаточно ли его компетенции для должности заместителя министра здравоохранения, несмотря на то, что он у нас был зампредом. То есть я вот так отношусь. А что касается его увольнения, надо сказать, что, ну, обычно, что ты делаешь, приходя на какую-то должность, это очень скоро выходит, как бы, встречается уже тебе навстречу. Потому что кое-что они вместе тоже тут, как бы, делали в области здравоохранения и тоже делали невежливым образом. Кого-то увольняли. И кого-то увольняли, и кого-то оскорбляли там, и так далее, и так далее. По крайней мере, вот, значит, в профессиональной среде об этом тоже есть много всяких разговоров и слухов там, да. Вот, а чисто с точки зрения профессионализма, именно управленческой компетентности, да, вот, я считаю, что, может быть, не самое оптимальное решение назначения его заместителем министра. Несмотря на то, что регион богатый, тем не менее, очень много общих проблем здравоохранения, присущих всей России. И не думаю, что с багажом, значит, наработок, который человек сделал в Кировской области, он может эффективно, значит, хоть каким-то образом управлять там. Посмотрим. Может быть, он уже после того, как скатился с горы, я очень часто людям, которые там поднимаются и уже там корону начинают у них блестеть на голове, я очень часто им говорю, что, ну, когда лезешь куда-то наверх, забираешься, всегда думай о том, что тебе придется как-то спуститься. Вот, ну, может быть, он вот уже спустившись так, как вы сказали, да, когда его просто скинули там с вершины его карьеры, может быть, он теперь уже переоценил какие-то свои знания, какой-то свой опыт, и, наверное, может быть, это уже другой человек. Я все-таки верю, что люди меняются под воздействием обстоятельств, да, и становятся лучше, потому что, ну, частичка-то Бога есть у каждого в душе, потому что это вот раскрывается, человек становится лучше. Может быть, и Матвеев стал лучше, ну, я не знаю, но потому, что он делал и на каком уровне была его компетенция, я считаю, что он сегодня, наверное, даже должность замминистра здравоохранения недостоин. — Критически оцениваете его деятельность в Кировской области, понятно. Но мы постараемся с Дмитрием Матвеевым связаться, наши корреспонденты сейчас пытаются это сделать, чтобы и его, собственно, мнение, да, по тому, как он будет работать и чем будет заниматься у наших соседей, узнать. Вот, и донесем до наших слушателей обязательно. А теперь возвращаемся. — Если он ответит вам, я потом вам скажу, что я об этом думаю. — Отлично, мы это обсудим. — Даже уже по тому факту, что он вам ответит. — Обязательно. — Я вам скажу, не в микрофон, чтобы вы потом проверили. — Да, можно и в микрофон, если это будет. — А вдруг он послушает. — Если это будет вежливо, вежливо, обстоятельно и, ну, так я даже не знаю, как сказать. — Ну, мы же с вами всегда вежливо и обстоятельно. — Конечно, конечно. Азиз Алиевич, возвращаемся в Кировскую область. На самом деле, тема у нас достаточно сложная впереди. Мы взяли ее не то чтобы с подачи наших коллег. И в прошлую среду мы об этом говорили в особом мнении. В пятницу, насколько я понимаю, большой материал печатный вышел на портале свой Кировский. Материал касается программы финансового оздоровления Кировской области на ближайшие годы. Вы выступали одним из экспертов, оценивающих эту программу. Самое интересное в том, что документ этот найти не так просто. И в публикации портала свой Кировский прямо говорится, что документ секретный. Объясню, почему, если ты заходишь на сайт областного правительства. Обозвали секретным, потому что доступ к нему затруднен. Доступ к нему затруднен. Можно найти его на федеральном портале. А на портале правительства Кировской области, что интересно, его пока нет. То есть есть постановление 56.181 от 31 марта. А дальше уже идет постановление 58.183 от 6 апреля. Ну что мы сразу правительство обвиняем? Мы не обвиняем, они, может, дорабатывают его. Да там какой-нибудь секретарь или какой-нибудь разместитель этого. Документы. Да, вдруг не разместил и все. Забыл. У меня таких ситуаций было очень, когда ты видишь, что должностное лицо делает специально какие-то вещи. А потом тебе приходит бумага, что вот, крайним сделали стрелочника. Что, оказывается, стрелочника виновата. На самом деле такие документы должны быть размещены, открыто. Особенно после того, как журналисты написали, что документ секретный. Да, его надо было сразу разместить, сразу найти стрелочника, кто виноват, что не разместили. Ну, пока, видите, вот люди на Иволге, между прочим, в Самарской области. Может быть, просто не успевают дать распоряжение. Все понятно. Азиас Алиевич, ну а сейчас серьезно, собственно, да. Вот программа, судя по тому, что пишут наши коллеги, программа, конечно, печальная. Для жителей Кировской области, потому что анонсируется и рост налогов, и сокращение льгот, увеличение штрафов на дорогах, да. Есть еще какие-то вещи, которые связаны с каждым из нас, да. В частности, там, вывод зарплаты с тени. То есть, ну, понятно, эта работа, она, в общем, для государства важная. Нужно повышать, увеличивать налогооблагаемую базу в том числе, да. Вот, есть сокращение бюджетников, хотя нам говорили, что не будет этого, да. Есть сокращение стипендий студентам, лучшим студентам. Хотя Дмитрий Курдюмов, исполняющий обязанности зампреда областного правительства, поясняет, что взамен студенты получат некие иные меры поддержки, да. Ну вот что скажете? То есть, скорее в плюс эта программа Кировской области, или скорее в минус? Ну, в принципе, программа отвечает той цели, которую она должна выполнить. А какую цель она должна выполнить? Сократить затраты бюджета. Так, потому что у нас большой государственный долг. Ну, потому что долг, потому что денег не хватает и так далее. Вот, в принципе, вот эту цель программа выполняет. Но у меня претензия, как человек, который является специалистом по управлению, значит, возьмите, спросите любого студента экономической специальности, который изучает управление, и спросите его, что такое финансы. Он вам скажет, что это ресурсы, это ресурсы той или иной организации, которую эта организация использует для, и дальше там можно целый пен, для развития, для открытия новых производств, ну, и так далее, и так далее. У меня основная претензия, самая главная, стратегическая претензия в том, что можно ли писать программу управления ресурсами, если у тебя нет программы управления развитием Кировской области. То есть плана еще нет, а финансовые механизмы уже ищут. А ресурсы уже управляем, понимаете? Точно так же, как людские ресурсы, да, то есть, ну, вот сокращаем. Слушайте, ну, сокращаем, да. Ну, хорошо, вот если ты еще не знаешь, значит, сколько молока будешь с коровы брать, и ты уже с питанием коровы сокращаешь там, да. То есть ты же не определил, сколько молока надо, а питание сокращаешь. И потом удивляешься, корова дает мало молока. Ну, а так как корова дает мало молока, ты говоришь, ну, давайте корову дает не три раза, а восемь раз, там, условно говоря, да. А вот в этой программе, вот как раз вопрос управления финансами, он вот на эту корову похож. С одной стороны, денег нет, мы сокращаем затраты. Корова перестает давать молока, и тогда мы говорим, а давайте еще с коровы, значит, повысим налоги и еще больше возьмем денег. Так не выживет ведь корова-то через какое-то время. Ну, анекдот помните? Душ там не пробовали? Нет. Нет? Нет. Расскажите. Это анекдот, значит, когда летят два президента, там, американские и российские над Россией. Ну, вот мы уже там, ну, рассказывают, что сделали в стране, а люди все равно еще как бы вот живут и работают, даже на работу ходят. Зарплату не выдаем, все равно идут на работу там, да. Вот. Ну, и в ответ там американский президент спрашивает, а вы дустом не пробовали? Ох, как. Вот. То есть в этой ситуации, понимаете, ситуация такая, что сокращают, а люди все равно живут. А еще и не просто живут, они еще и заголосуют за эту власть, понимаете? То есть они вот готовы за этого, значит, за кандидата от Единой России, да, в которой они нам устроили цирк с праймерис, так сказать. Вот они готовы, значит, там, идти и голосовать. Потому что, ну, сложно объяснить деревне, там, бабушки, например, почему не нужно голосовать, так сказать, за кандидата от Единой России, если его в Рио назначил, значит, президент. Ну, ведь президент назначил. Президент уверен. Да, ну, извините, когда говорит, что президент тоже ошибается, он человек. Так. Почему? Ну, все равно. Ну, да, может, он и ошибается. То есть, поэтому, когда мы говорим о программе, вот основная претензия, мы не знаем, сколько у нас будет коров и сколько молока мы хотим от коровы. Не знаем. А питание коровы уже готовы сократить. И не только питание, но еще и, значит, вымя коровы готовят дергать еще большее количество раз. Ну, и что, что молоко может там где-то с кровью выйти или может вообще пропасть? Ну, мы дергаем. Ну, сколько-то надоем. Да, но, то есть, это как раз, вот моя точка зрения, что это свидетельствует о некомпетентности по управлению регионом, социально-экономическим развитием региона, вот этого правительства, временного правительства, да. И тут возникает вопрос, ну, ведь президент назначил их временными, они ведь временные, они, может, программу-то напишут после того, как в сентябре будут избраны. Да, говорят, к сентябрю напишут. Вот, тогда получается, что год-то у нас чего, год безвремения, мы выкинули этот год. Не, ну, подождите, люди входили в курс дела. И тут мы с вами сталкиваемся, курс дела у него, обычно у него есть для того, чтобы войти в курс дела, три месяца. Вот вошел три месяца курс и дальше, так сказать, предъявил нам, ведь любое изучение, анализ, так сказать, системы, которой ты управляешь, происходит примерно в эти сроки. Больше это уже говорит о том, что ты не способен провести этот анализ, собрать информацию, в том числе о ресурсах, в том числе о задачах, стоящих перед системой, которую система должна выполнять. Понимаете? Если у тебя больше уходит времени, значит, либо ты недостаточно времени уделяешь, либо у тебя не хватает компетенции. И тот, и другой случай являются основанием для освобождения тебя от этой должности. Но так как у нас в этой ситуации фактически-то заказчиком мы не являемся, мы с вами избиратели этого губернатора. Помните, наш любимый Никита Белых говорил, работодателем у меня является президент. А не народ. И поэтому я плевал на мнение, так сказать, да. Сейчас, может быть, это... Но он не так говорил, что... Ну, хорошо. Там было более мягко сказано. Да, но более мягко, но примерно так. То есть по форме не так, но по сути так. Но сейчас тоже по форме ведь не говорят, что я плевал на мнение народа. Но по сути же то же самое происходит. Заказчиком-то кто является? Хотя мы должны быть заказчиками у правительства. А получается, что... И поэтому... Ну и что? Вот те задачи, которые мы бы с вами ставили, как избиратели, они не являются актуальными для нынешнего правительства. Ну, мы сейчас вернемся к этому вопросу. Сделаем небольшую паузу. Должны мы уйти на перерыв. Напоминаю, что Азиз Агаев, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» у нас в гостях, высказывает свое особое мнение. Две минуты и вернемся. Особое мнение на 101FM Живое обсуждение продолжается у нас с Азизом Агаевым и в перерыве. Напоминаю, директор аудиторской консультационной компании «Бизнес-информ» Азиз Агаев высказывает у нас сегодня свое особое мнение. Говорим о программе финансового оздоровления Кировской области на ближайшие годы. Закончили, собственно, вот на том, что Азиз Алиевич в перерыве мне сказал, зачем вообще нужны временно исполняющие обязанности. Выборы назначать через 2-3 месяца и вперед. И пусть человек несет ответственность и уже пишет программу развития. Конечно. И с этой программы идет на выборы. А временно может исполнять кто угодно. Заместитель. Первый заместитель может исполнять. Председатель законодательного собрания. Вы что, считаете, что Быков бы хуже исполнял временно эти обязанности 2-3 месяца, чем Василиев? В прошлом году не Быков был. Ну, без разницы. Ивонин. Да и он тоже бы справился временно с этими обязанностями. Вот и посмотрели бы, если бы у него были бы амбиции губернаторские, какую бы он нам программу выдвинул. А зачем нам? Мы уже больше года будем жить к сентябрю с временно исполняющими обязанностями. Я вот с моей точки зрения, вы спросите потом экспертов-юристов, я как бы свою точку зрения высказываю, что временно исполняющие обязанности и назначение президентом этих временно исполняющих обязанностей не конституционно. Я считаю, что это не согласуется с Конституцией. Это первое. И второе, это фактически показала эта ситуация. Вот на примере Кировской области оно показало несостоятельность назначения этих временно исполняющих обязанностей. Потому что временно может кто угодно. И тогда бы пришел, если выдвинул бы президент наравне со всеми, Васильев сказал, что давайте дадим президенту такое право выдвигать, кроме партий политических, еще бы президенту выдвигать кого-то на эту должность. Вот и выдвинул бы президент помимо политических партий Васильева кандидатом на должность губернатора. Вот и посмотрели бы, с какой программы пришел Васильев. А то год поработать временно, потратить ресурсы, поуправлять ими. И после этого, значит, после того, как изберусь, условно говоря, или почти как после того, как изберусь, я вам скажу, как я буду управлять. Я уже год управляю, но я вам скажу, как я дальше буду управлять. Ну как, мы уже увидели, как ты управляешь. Ну подождите, подождите. Давайте шанс-то человеку дадим все-таки. Ну вот. К какому человеку? Васильеву. Дайте мне шанс. Почему Васильеву-то дали? Ну, извините, это вопрос не ко мне, это вопрос к Владимиру Владимировичу Путину. Так что значит дать шанс? Шанс дают на выборах. А без выборов шанс. Это не конституционно. Хорошо, к теме выборов давайте перейдем. В это воскресенье очередного кандидата нам назвали на пост губернатора Кировской области. Стал им Кирилл Черкасов, руководитель, депутат Государственной думы от партии ЛДПР. Собственно говоря, вот очередной, тут у нас еще Сергей Павлинович Мамаев заявил о готовности, да, уже официально. Николай Барсуков, это партия коммунисты России, к которой не все относятся серьезно. И Антон Долгих, я так понимаю, что он сама выдвинулся, да. Молодец, Антон. Молодец, но внес оживляж, так сказать, да. Но, тем не менее, эксперты оценивают критические все-таки шансы или не критические. Чьи шансы? Шансы оппозиции в сравнении с Васильевым избраться. Вот смотрите, Вы говорите, там, выборы, местные какие-то кандидаты и прочее. И что мы видим в итоге? То есть, ну, есть вот у нас, есть определенное количество кандидатов. Да. С весны велись разговоры о том, что они каким-то образом между собой договорятся, выдвинут единого человека, объединят ресурсы. А по факту? Смотрите, значит, чисто по-человечески я к каждому из этих кандидатов отношусь. Хорошо. Уважительно. Уважительно. Да. Теперь давайте к делу перейдем. Так. Чтобы они не обиделись. Эти люди уже выдвигались. Все. Эти люди уже, ну, кроме Антона. Ну, он на других выборах. Да. Эти люди проиграли. Значит, у них была программа. Они с этим программом выступали. Они проиграли. Можно сказать, что там, да, система не позволяет там, вот, выдвигаться и побеждать не от партии власти. На что партия власти скажет, вот в нескольких регионах же есть оппозиционные кандидаты побеждают же. Есть. Вот. Поэтому этот аргумент там типа не проходит. Но выдвигались? Выдвигались. Программа была? Была. Не была поддержана населением? Не была. Зачем снова выдвигаться? Мало, что ли, значит, там некоторые вот являются депутатами в Государственном Думе. Вот к депутатам Госдумы, как к депутатам, я лично отношусь отрицательно, вы знаете, да? Я считаю, что это бесполезная трата государственных денег на их заработную плату. Совет юристов собрать из десяти человек, и пусть они пишут законы. И пусть они пишут законы, и президент их как бы утверждает там. И все. И все федеральное собрание, оно как нагрузка как бы на наш бюджет там отпадет. И вот эти люди сегодня подают там. Я понимаю, что среди них там, например, среди этих людей там, да? Мамаев и долгих, или долгих, как у него? Долгих. Долгих. У него самые, значит, с моей точки зрения, они самые достойные. Почему? Потому что Мамаев, значит, единственный, кто громко, критически выступает. Причем в отношении и Никиты Белых, и Игоря Васильева. Да. И на самом деле это достоинство. То есть когда человек может позволить себе говорить и выступать. Пусть не всегда он прав. Но я считаю, что для того, кого критикуют, это благо. Когда тебя критикуют. У тебя есть возможность посмотреть в зеркало и сказать так. Так это или нет? Ну, кривой у меня нос или не кривой? Я смотрю в зеркало, вот, ну, говорит, например, Мамаев, что у меня нос кривой там. Ну, извините за, значит, такие вот как бы сравнения, да? Ну, я посмотрел, как бы, да вроде нет. Ну, ладно, пойду, спрошу друга. Скажу, Вася, у меня нос кривой. Вася говорит, да нет, ну, как что? Нормальный нос. Нормальный нос. И дальше работаю. То есть это возможность еще раз переоценить свои действия. И Антон. Вот он показывает, он показывает, осмеливается, делает это. Все время показывает недостатки нашей системы. Да, его можно считать там, что вот там кто-то считает его сутяжником, да, все время пишет там письма там и так далее. Молодец. Отлично. Вот давайте посмотрим. Я считаю, что 6 тысяч подписей ему собрать, это расплюнуть. Вот. Никаких проблем. Надо людям всем подписывать. И если у депутатов есть мужество, 281 или сколько подписей он должен собрать, надо подписать. Я думаю, что в этой ситуации у Антона шансов победить Васильева больше, чем у этих кандидатов. Да ладно. Да. Ага. Да. Хорошо. А если еще он организует молодежь свою поддержку, по-хорошему, то Антоша может стать губернатором. Как вы, однако, его Антоша. Ну ладно, Азиз Оливич. Ну хорошо, как у него отчество-то? Виталиевич. Азиз Оливич может стать, так сказать. Вот кого-то станет губернатором, будем называть Анатолий Оливич. Все, понятно. Ну, давайте все-таки к чуть более весомым кандидатам, скажем так, да. Скажите мне, пожалуйста, почему оппозиции не получилось объединиться? Вот называлось имя Василия Куприяновича Сураева. Говорили, что будет он единым кандидатом от оппозиции. Я не знаю, вот он ждет до сих пор или не ждет, как бы, да. Вот получил он ответ на свои вопросы. Потому что, еще раз говорю, для нормального, значит, серьезного и человека, базирующегося на серьезных представлениях, является очень важным факт, как Кремль, значит, какие даст указания местной счетной как бы... Избиркому. Избиркому, да. Хотел сказать счетной палате. Местному избиркому. То есть, считать все как есть, по-правильному, или считать в пользу, например, определенного кандидата. Определенного кандидата. Ну, я так думаю. Вот если бы, значит, сказали бы четко, вот давайте, значит, считайте так, как люди будут голосовать, я уверен, что был бы Сураев, он бы победил. Но Василий Куприянович пока... Но никто из них не выдвигается. Но никто не выдвигается, потому что все они считают бесполезным это выдвижение, потому что... Азиз Ильич, буквально две минуты у нас остается, даже одна, наверное. Вот давайте прогноз. Ведь эта ситуация, она не только в Кировской области. Прогноз чего? Прогноз того, как долго будет продолжаться вот это вот. Огромное количество достойных людей, которые не готовы выставить свои кандидатуры, потому что не уверены, что вообще что-то получится. Это процесс эволюционный, пока люди, значит, вот сами люди, пока не поймут, что их судьба должна быть в их руках, они... Это мы про избирателей сейчас говорим или про кандидатов? Про избирателей говорим, потому что те же... Смотрите, у нас есть просто избиратели, и у нас есть избиратели привилегированные. Скажем, вот члены партии «Единая Россия», которые там состоят в конференции или в президиуме, или в полицсовете, они привилегированные избиратели. Вот пока люди не поймут, что избирать нужно или выдвигать нужно не по-рабски, взяв под козырек, а по-мужски, по-новгородски, если хотите, демократично, голосованием, то не будет ничего. Нет, но пока люди не поймут, это, конечно, хорошо и правильно. Но вопрос в том, что хотя бы, ну, какие-то реальные сроки нам понимать, когда все-таки начнет что-то меняться, и вообще начнет ли? Это, я сказал, снизу. Оно может изменить ситуацию сверху. То есть из Москвы отмашку дадутся. Если президент это поймет, что страна может двигаться только тогда, когда нет монополии на власть или на что-то другое. А он поймет? Мы ведь не развиваемся только... Посмотрите, у нас везде, у нас на должности президента монополия. 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 У нас на должности депутатов Государственной Думы монополия. У нас на должности губернаторов монополия. Потому что вот так система построена. У нас монополия практически везде. Монополия, она хороша только в условиях, или вот такая централизация, она хороша только в условиях войны. — Ну, надеюсь, нас это не затронет. — Потому что там нужно очень быстро и резко направлять ресурсы туда, где происходит, так сказать, беда. — И принимать решения без обсуждения. — Да, и принимать решения без обсуждения. Но эта ситуация ведет к стагнации, когда нет войны. То есть мы начинаем отставать. Ведь управлять внутри страны нельзя без оглядки на то, что происходит вокруг. То есть как развиваются технологии вокруг, как изменяется мир вокруг. Ведь нужно видеть не только ракеты, подвигаемые, например, к нашим границам, армии, и говорить, скоро все эти армии никому не нужны будут, потому что технологии уже достигают такого уровня, такого развития, что мы можем проиграть, потому что мы отстали в технологическом развитии. Я имею в виду наша страна. — Я понимаю. — Понимаете? И поэтому очень хочется, чтобы мы поняли, что вот нужно менять всю эту систему. — Из болота надо вылазить. — Таким образом, чтобы не было монополии. И поэтому возникают вопросы. А кто, если не этот? Кто, если не этот? А кого ты еще видишь? Так дайте людям возможность себя проявить, чтобы мы их увидели. А то ведь как только кто-то проявится, так сразу быстро его наберут грязи, компромата. А если даже и нету, то подстроят. — Ваши бы слова, Азия Салевич, да президенту Путину в уши, как говорится. — Ну, я надеюсь, что... — Может быть, анализируют они все-таки? — Я тоже люблю страну и все еще верю как бы президенту. Все еще. Потому что можно снизу, это эволюционный путь, это достаточно долго, а можно ускорить этот процесс тем, что сверху воздействует на все эти процессы. — Особое мнение Азиза Агаева, к сожалению, завершается. Не хватило нам буквально пяти минут. Вот ну никак, никак. Москва будет ругаться, если мы сильно переберем по эфиру. Спасибо большое Азизу Альевичу. — Спасибо вам. — Директор аудиторской консультационной компании «Бизнес Информ» был у нас в гостях. Я Анна Лапшина с вами прощаюсь. До свидания. — До свидания. — Особое мнение на 101FM